всем привет вы на канале тактик медиа с вами я михаил тимин и сегодня у меня в гостях историк публицист михаил поликарпов приветствую добрый день что мы не просто так сегодня собрались а по поводу по поводу и не по поводу всякой там археологии а по другому поводу археология подождет вот археология подождет в апреле вышла книга автором которой указан рихард вагн интересно интересно на самом деле каюсь написал издательство настояла чтобы она была издана по таким псевдонимом но я в книжке оставил парочку маячков для очень внимательных людей и не увидит что автор милия все ясно о чем книга собственно несколько очень интересных историй из жизни наемников так это не всеобъемлющая история потому что всеобъемлющая история это был бы хоть многотомник тяжело читать основные проблемы с которыми сталкивались наемные армии с античных времен первое это невероятно история по ходу 10 тысяч наемников аннабасис ну вкратце наемников наняли кто не знает перса наняли грилев да для войны за престол в битве кто закончился то ли ничьей то ли победа персов погиб наниматель и наемники решили наняться к победителю но победитель этого не оценил и убил их командиров на переговорах тогда наемники первая армия бродячих музыкантов как я назвал прошли сквозь персидскую империю как наш сквозь масло на свободу как решали организационные вопросы как избавлялись от багажа как искали новых нанимателей очень интересная очень актуальна там были вообще забавные вещи с наемниками в античном мире дейонисию старшему тирану сиракову удалось поймать золотое сечение армии то есть он построил фактически империю в сицилии в южной италии и по некоторым данным даже рим был разграблен галами не просто так он его заказал проплатил проплатил потому что рим начал набирать силу захватил город веи что то такое то есть он смог подобрать оптимальное соотношение между наемниками которые были вообще очень проблемными и ополчением наемники более его личкой гарнизонами и ударной силой все у него получалось более-менее хотя проблемы с ними были например несколько раз наемники бродящей армии захватывали города вырезали мужское население и потерялись забрав женщину жены именно из-за такой группы наемников и началась первая паническая война мобертинцы захватили год стали жить поживать грабить окрестности добра наживать карфагения не решили с ними разобраться но вертельцы побежали за помощью к риму и понеслось а после первой панической был очень интересный случай восстание наемников карфагения повстанцы едва едва не добили но на первом этапе рим карфагену помог выстоять как утика хотел убежать к риму они сказали нет нам такого не надо более того они передали карфагенских военнопленных без выкупа которые стали воинами для карфагена и воевать с наемниками а потом время ведь макбашен ветер поменялся и решили перехватить то что плохо лежит там была феерическая история с ардинией там тоже восстали наемники карфагене отправили туда армию их подавлять знаете дух восстания такая вещь заразная эти тоже восстали вырезали своих военачальников объединились вырезали всех карфаген на острове захватили власть тогда местные жители восстали и выгнали этих наемников наемники убежали в италию просить у рима помощи рим сказал но раз такое дело сардиния это наше заодно забрал корсику а карфагену предписали выплатить большую контрибуцию за несостоявшуюся войну ничего не поделаешь пришлось заплатить я не буду переотказать всю книгу остались на нескольких интересных моментах конечно швейцарцы и ланскнехты как были осознаны две воинские корпорации позднем середнякове раненого времени как они между собой враждовали почти эти валенштейн уникальный полководец он смог создать и командовать армии на пике около 100 тысяч воинов причем армия была на подножном корму и не теряла при этом способность как боевая сила то есть не превращалась в банду мародеров это конечно был уникальный случай и наверное рекорд мировой истории да интересно плохо закончил да талантливый человек понимаете долго такие люди не живут легион не нужно перескать всю историю легиона я просто скажу что главное он был создан как подразделение для колониальных войн и долгое время он на самом деле был отстойником для политмигрантов дезертиров преступников все изменилось в 30-е годы один французский генерал смог повысить его статус до элитного подразделения все стали офицеры за честь считать там служить в тридцать девятом году легион впервые идет маршем на параде в париже по или сельским боем дальше вторая мировая война легионеры верные присяги трагедия которой никто не пишет они воюют по разные стороны фронта часть у деголя частью петена фактически воюют друг против друга потом был очень интересный эпизод день мян фу такая крепость в вьетнаме где французы потерпели поражение но на самом деле там легионеров было не так много там в основном были французские парашютисты половина из них вьетнамцы марокканцы алжирцы местные полченцы из племени тайи и четыре тысячи легионеров из одиннадцати тысячных из пятнадцати тысячных гарнизонов то есть одиннадцать тысяч всех других и четыре тысячи легионеров из них сорок процентов немцы ну так но день венфу это можно писать отдельную наверное главу там много чего интересного но я хотел обратить внимание на такой момент на мимские крысы когда гарнизон был осаде один укрепрайон заняло примерно четыре тысячи вооруженных диететов они не воевали питались ничем бог пошлет самолетов сбрасывали а если вы совали какие-то ништяки типа аккумуляторной батареи они их меняли на консервы и вот особенность то что гарнизон не мог решить их проблема и было слишком много для того чтобы устроить еще гражданскую войну внутри гарнизона он капитулировал так вот те алжирцы которые оказались во вьетнамском плену прониклись осознали и через несколько лет уже воевали в алжире против французов но они не легионеры были нет не легионеры тогда вычеркиваем алжир наверно стала такой лебединой песней легион легион тогда очень сильно вырос очень большим стал он воевал мы будем честны деколь и предал алжира он предал французов и лавиалистов и был тогда путчик генералов он провалился но в париже появились желающие с легионом покончить полностью все-таки его отстояли но уменьшили очень сильно на порядок сейчас легион это примерно семь с половиной восемь тысяч человек восемь полков одна полубригада еще один ответ особенность легиона есть только боевые учебные части здесь нет тыловых частей поэтому полки бывают очень маленькие то есть легион без французской армии на тыловой части которые эти полки вешаются он не боеспособен может быть это такая страховка от очередных его восстаний пути легионеры на самом деле получают не очень высокое жалование контракты подчери года но гражданство можно получить только на году то есть к исходу второго контракта это не стимула для людей легенды и большинство людей наверное идет туда чтобы приобщиться к этой легенде на самом деле подобное подразделение есть других армиях мало кто знает но в британии с этой армии есть полк кто цит в скале там тоже служит не британцы все дружества индейцы малайцы кенийцы такой интернационал на кроме того них есть полгурхов где служат непальцы есть легион в испании правда там служит граждане испании хотя они могут быть изначально иностранцами ну легион нетипичная картина для наемников как я уже сказал такой орден наемников где каждый человек салт удачи почитать свою честь послужить история наемничество возродилась в 60-е годы в африке дикой гуси различные ну на фоне полного распада государственности появилась ниша неожиданно эти отряды казались очень эффективны не надо верить в белые бородства они иногда воевали друг против друга самая интересная фигура был боб динар очень противоречивая фигура но он воплотил мечту многих наемников он смог захватить государство и стал фактически хозяином на 10 лет при маринеточном президенте правда потом его попросили второй раз не получилось а по его примеру мэд майк хотел захватить сешилы не получилось и хочу заметить что у всех стал от удачи у испанских конкистадоров 16 века у диких гусей африки ты сейчас есть только один звездный час а потом они пытаются его повторить то у них не получается это просто нужно запомнить всем звездный час да это столько однажды да и то не всем очень много интересного об африке писал форсайт он на самом деле не просто писателем журналистом он был в игре в пятнадцатом году он признался что больше 20 лет работал номер шесть эту тему знал очень хорошо в этой книге он много кого зашифровал мы просто не понимаем о чем речь но восьмидесятые годы все эти отряды наемников банды в интересах они допустили несколько проколов наступило время чувака частых военных компаний то есть тех же наемников но теперь спецслужбы обращаются не конкретным солдатам удачи к бизнес структурам мы должны понимать что все чвк они к инструмент политики армии полного цикла можно назвать только executive outcomes это южноафриканская компания которая создала армию успешно действующая опять-таки в африке у него была бронетехника легкая в основном и авиация на пике около двух тысяч бойцов у нас больше на слуху конечно всякие американские прочей чвк в иране извините в ираке и в афганистане да немножко распиорено там чвкшники были личкой топов например пола бремера или ухамида караза они были охранниками они охраняли нефтепроводы например занимались логистикой среди них было очень много людей которые вообще-то автомат не держали там были строители всякие то есть когда мы говорим о 85 тысяч чвкшников афганистане не думайте что там такая армия там вооружены были примерно 20 процентов все впрочем это водители и строители они относились к категории субподрядчики которым были частные военные компании а в ираке вообще был дикий случай когда этих рабочих привезли обманом и обещали я не понял кто-то из азии индонезии филиппин работу в квете а когда они приехали выяснили извините это не америка это африка это ирак и никуда не денете вот контракт его подписали вас привезли там были конфликты безусловно потому что чего к работали в серой зоне охоте не частной военной компании а слов ты их не любили потому что были выше зарплаты особенно у охранников випов и безусловно из подразделения спецназа был переток за длинным долларом фунтом логичный принц который основатель знаменитой компании blackwater пытался на самом деле сделать что-то подобное как экзеквив ауткамс армии полного цикла но американцы этого сделать не дали то есть частные военные компании в зоне военных конфликтов в ираке в винистане выполняли вспомогательные функции не всегда удачно например они охраняли тюрьму обо грейп а большинство людей которых наняли у них не было никакого опыта допросов как они могли ввести там допросы заключенных вот и получили все эти пытки жуткие потому что частная военная компания это бизнес прежде всего костерезы и многие люди которые туда попадали они бы на самом деле военно-врачебную комиссию бы не прошли в частной войны ком нормально все проходит у нас безусловно самый известный является чувака вагнер они знаем и много и мало теперь уже не знают все они выходил две книги первая книга это восемь лет с вагнером и написал журналист который был с ней в сирии в царь он умер в начале этого года онкология и на самом деле текст взяли из ее компьютера то есть после смерти и мы не можем точно сказать объективно что взяли что оставили там есть рассказы бойцов вагнера я эту книгу читал что ты не разбираюсь но к одному из рассказов у меня есть очень сильный вопрос там рассказывается как подразделение компании в августе четырнадцатого года видимо пройдя по минному полю в подсолнухах врывается территорию луганского аэропорта и лихо крошит высушников которых там было через три чайку и упоминается 10 к одному то есть несколько десятков всех покрошили покрошили вообще не понимаю как это соотносится реальной истории дело в том что мы очень сильно плющили луганский аэропорт чем-то очень тяжелым я думаю из тюльпана настолько тяжелым что гелетей министр обороны украины тогда заявил что русская армия применила в луганском аэропорте тактическое ядерное оружие это все должны помнить эту историю из четырнадцатого года а потом украинские войска были оттуда выведены у меня даже в книге есть точные цифры сколько по их данным сколько там погибло сколько было ранено они как бы там прошли шат судя по всему там был договорняк наши войска перестали их громить артиллерии они вышли и оставили этот остатки аэропорта тут возникает вопрос что же описано в книге я думаю там был описан какой-то рейд может быть разведывательный диверсионный но журналист не понял и он изложил он не понял эмоционального рассказа и он изложил вот так что людей можно подумать что один усиленный рост захватывает этот аэропорт боя ну да скорее всего перенес какие-то события есть еще книга в одной кодажной марата кобедулина это боец вагнера кто находится в розыске но тем не книга продается это очень интересный розыск больше похож на рекламу что в этой книге интересно он умудрился описать свои боевые действия в сирии не рассказал ничего интересного о вагнере он не рассказал ни о его истории ни о его структуре ни в каком шоу он был никто у него командир такое ощущение что он четко придерживался всех пунктов подписки у него концепция вполне вкладывается в официальную вагнерскую сирийская армия не воюет и не умеет воевать русские российские войска там для мебели в основном воюет только вагнер вы знаете мне пришлось общаться с одним человеком который был несколько лет в сирии кто очень хорошо знает всю тему он не испытывает таких восторгов к вагнеру он упоминал случай когда вагнеровцы предписывали себе заслуги ссо то есть наши войска специального назначения подводили какие-то операции но не светились есть две точки зрения каждый из вас может выбирать ту которая ему очень по душе что еще интересного изюка бедулина он называет музыкантов легионерами я позже не сталкивался с этим и не знаю может быть это в их шоу было принято или это он додумал дофантазировал но в любом случае он очень верно поймал суть чувака вагнер фактически заняла у нас нишу иностранного легиона . есть подразделение которое действует на особых условиях и воспринимается как элитное да и как я намекал в книге подобные вещи могут привести к той же судьбе что и у легиона к путчу попытки распуска и распуск не случится потому что окажется что без этого подразделения никак а теперь я расскажу немножко интересного что не вошло в книгу иногда будет очень деятельные вещи спустя откуда я это знаю я конечно могу сказать айнау гай хунау сгай давайте так будем говорить есть мнение что предтищей истории с вагнером была история со славянским корпусом два человека в питере набрали большое количество людей больше двухсот для охраны нефтяных вышек в сирии а когда не приехали туда охранять выяснилось что им пришлось воевать немножко немножко все люди уехали а эти два человека присели за организацию наемничество и это удивительно потому что получается они провели эту операцию это масштабная операция это вам не несколько человек вывезти куда-то не имея какой-то крышу спецслужбы я поясню вот например может быть слушатели не знают вот отряд аунаунцо который воевал сначала в абхазии в 93 потом в течне на стороне сепаратистов воевал не сам по себе у него был очень высокий куратор на украине я могу сейчас назвать его фамилию это евгений марчук вы можете погулять кто это был габочный генерал он был непотопляемый при всех президентах вплоть до порошенко он занимал очень высокие посты то есть власть меняется марчук он был премьер-министром главы санбова мистер обороны так вот марчук их лично встречал он их был куратором они появились не просто так чтобы мы понимали это мышься в среднем векове там а цирости могли заводиться нет так это не бывает и тогда одному российскому и начальнику задний генерал-лейтенант простой советской фамилии ну наверно чек скромный не будем говорить пришла идея создать компанию куда привлечь отставных военных для миссий за рубежом вроде того же ну как охранять нефтепроводы прииски для чем нашу армию то использовать неудобно согласно не комильфо то есть идея такая что мы берем все антисистемные элементы фактически до объеме их в систему и эта система должна служить государство антисистема у нас же так получается казачество ведь также люди беглецы разбойники на все изгои бежали на дон создавали свой круг долгие были потом тяжелые отношения на завершающем этапе казаки даже стали даже опорой государства коммерческим директором был назначен евгений пригожин потому что решили что должен быть кто-то кто разбирается бизнесе принцип был такой что в компании нет воинских званий это очень важный момент там есть только должности и и структура одни совпадает с армейской интересно но тем не менее на все высшие средние командные должности приглашались офицеры понимаем как это было на самом деле переток я немножко забегу вперед шел в обе стороны то есть не только из российской армии шли люди вагнер в марте этого года под авдеевкой погиб женька одесса гений мальготин ветеран рода 2 царские волки ему было 59 лет до этого он несколько лет воевал в составе чувака а потом ушел в состав в ряды вооруженных сил и российской федерации там уже погиб вынося раненых это не улица с односторонним движением понимаете ну и раз уж мы затронули югославскую тему а я к ней буду еще вращаться я хочу сказать что дмитрий олегович не был в рядах рода 2 он читал книгу о царских волках он общался с ветеранами что-то случилось и он начал думать что он там был знаете такой бой в детстве мы читали книгу тима дюма а потом джосуи дохтаньян защищаетесь суры каналия может быть это последствия контузии может быть либо ему посоветовали пиарщики но я хочу сказать что есть два списка участников 356 человек по данным совета ветеранов там все эту тушку знают через одно звено через два рукопожатия это достаточно узкий круг есть сербский список сербское министерство обороны там свыше 600 человек чем такая разница обусловлена сербы внесли в свой список и людей которые приезжали на один два дня посмотрели искали это не их уехали но у них данные в комбинаторе ответок так вот дмитрий олеговича нет ни в малом списке не в большом и вы там никто не видел его рассказ о том что он брал на вас и раева за это младич ему подавил головной ботом фаражку кепку какой-то вызывает большого сталку всех то в теме а в дальнейшем дмитрий олегович написал что он был советником у младича и указовича не останавливайтесь продолжайте совершать подвиги историки историю мы изменим значит массовый набор в чувака был летом 15-го года для серии но операция ведь была глубоко засекречена я хотел как бы ты собирал бойцов ну чуть придумал точно и они также поступили их собирали для похода на харьков шелест шел по всей москве я знаю в харьков была истерика город готовили к бороде то что что-то у нас готовят было понятно тем летом падали боевые самолеты вели интенсивную подготовку на операцию серии держи в секрете то есть когда надо умеют честно когда выяснилось что это сирия часть бойцов отказалась понятно что до туда собирался в основе тирана и донбасс и даже один известный полевой командир который там должен был быть тоже отказался мы знаем все дальнейшем чувака воевала в сирии в африканских странах тактику уличных боев у них есть уникальная тактика они отработали в сирии и в ливии я не буду раскрывать там то что идет вооруженный конфликт зачем ну что чуть-чуть может я знаю что то но я хочу сказать что есть много баек я например недавно слушал как один украинский офицер вальяжно расположился перед камерой рассказывал о военных хитростях вагнера и он упоминал собачью атаку то есть по версии сначала в окоп ворвались собаки а пока украинские солдаты бегали их отстреливали воспользовавшись этим вагнера и пришли в окоп никакой кинологической службы я не слышал существования в вагнере то есть я думаю это армейские байки после уже надо хайпить в общем да что-то невероятное и страшное слушай главное чтобы не наркотиков не пугались это святое да когда начался сом вагнер собственно это чвк для зарубежных спецопераций мы понимаем но поняли были приглашены они вели попастами там вошел набор вагнера стал расти в численности и летом прошлого года доставил убрать заключенных как появилась эта история это скажу многие люди весной писали письма прошу дать возможность искупить кровью от правительной фронты вместе с обороном у них не было никакой структуры чтобы этим осадился и они передали эту тему чвк в начале июля прошлого года в самом начале были взяты заключенные экспериментальные из двух областей из ленинградской области из нижегородской почему нижегородской области там были и т.к. лябесов бывших сотрудников то есть там сидели полицейские военные офицеры то есть они на самом деле набирали людей в первую волну военных в основном и надо сказать уже к концу августа многие из тех людей стали командирами нижних звеньев они себя очень хорошо показали эта тема пошла хорошо решили делать массовый набор и по другим колониям на самом деле очень нетривиальная тема вы должны понять что большое количество заключенных вышли заключенных с непонятными мотивами на самом деле все же в руках нужна была система кнута и приник вы скажете как же штрафбаты великую отечную войну но штрафбаты на самом деле это были батальоны офицерские это фактически ударный батальон где все офицеры залетчики а вот в штрафных ротах был солдатский и сержантский состав они были проблемные потому что по штату во главе штраф народа стоял майор то есть мы понимали что там нужно уделять особое внимание вы помните историю с кувалдой наверное все помнят то есть была такая система нужно было держать людей на строгом поводке на самом деле у них получилось то есть никаких массовых аксессов не было я слушал интервью с людьми которые попали в плен бывшие заключенные несколько человек они говорили что их отправили прямо из зоны там без обучения вот это неправда я честно скажу что все заключенные проходили военное обучение то главный вывод какой не нужно верить тому что пленные говорят на камеру они говорят именно то что от них хотят услышать и это касается я прошу напомнить запомнить украинских пленных да ясно нас все повара и водители до сплошь все мобилизованы насильственно мобилизованные воевать не хотели обучение не было один командиры бросили да одни автоматы одна поломанная бмп вот из этой серии будет постоянно потом была история с приглашением игоря ивановича и мы не можем ее обойти теперь уж точно не можем судя по всему трошев седой решил что игорь иванович это свой человек платят в плате изгои системы именно такими изгоями и заполнялись командные должности в агенте а пригожин сообразил что ему он не нужен видимо пиарщики ему быстренько собрали список введений он в очень такой грубой форме выплеснул сделал так что игорь иванович уже не мог туда поехать игорь иванович не может ответить на эти обвинения сейчас по понятным причинам а я немножко расскажу во первых когда игорь иванович определяют то что он ушел из славянска в начале июля четырнадцатого года непонятно почему ему не говорят такой эпизод что несмотря на некий приказ и не скажу от кого потому что не знаю не покинул славянск в мая в мая он остался там вопреки потом была очень интересная история в начале июня ну почти за месяц до выхода под славянском появилась польская чвк и командовал ежи джигульский это шановный пан на тот момент был депутат сейма через созов то есть это непростой человек то что он там был это было известно по польской прессе у меня есть фотографии из польской газеты и раз уж у нас разговаривала чвк михаил что могла делать польская чвк под славянском потому что она там не воевала каким-то интересными другими вещами занималась точно для чего поляки перебросили туда сначала чвк а а потом они подкатили к игорь ивановичу с предложением продать им славянск не за дорогу за дорога за дорога а чвк должна была обеспечить ему коридор выхода я знаю об этой истории двух источников поэтому я в нее на самом деле верю то есть не то что есть мнение как это может быть отнесено к некоему мифическому приказу слухи на самом деле здесь нет игорь иванович их послал я знаю с той стороны информацию они впечатлились собрали вещи вещмешки и уехали а им то зачем нужен был славянск вот это другая история мне не совсем понятно честно то есть они тогда хотели видимо поставить украину под протекторат и они решили что им дешевле будет купить славянск избежать войны потому что славянск оказалось на очень крепкий орешек быстренько так все решить может быть а тогда был еще нефтяной сланцевый бомб все крутилось вокруг месторождения которое было время славянска я могу только предположить но в начале июля игорь иванович вопреки приказу шел из славянска на этот раз только как было он сначала ушел в кроматорск и в ходе этого прорыва у него погибла бронегруппа и тогда же стало известно что артемовск там было до этого двоевластия был захвачен на сгварде в кроматорске был митинг на котором бойцы решали защищаться тот или уходить и было решено уходить а дальше было самое интересное этот феерический выход от кроматорска до донецка почему феерический потому что украинская авиация не била по луну но вот это у всех вызывало вопрос скорее всего они просто боялись что и раньше хорошо было потому что он славянске сбил достаточно много вертушек и боевых самолетов да нормально них прорядили кстати но этот выход продел два мифа на донбассе был миф о том что игорь иванович пытал славянск за три камаза деньгами и он их потом закопал вместе с камазами и вместе с теми людьми кто запах закапывал и даже было примерно представляли где это место где закопаны три камаза блогеры все знают кто кому заплатил в итоге блогеры знают я уверен они нам напишут в комментариях я думаю что выход не был договорником потому что если бы он был таким не было бы гибели бронегруппы в бою банальная история конечно военностолкновение странно что в обвинении не было про боинг ничего это жюзлился про малайзийский в лазильке пиарщики почему-то не сказали что а еще теперь я хочу рассказать одну историю где-то в пятнадцатом году среди серпов которые воевали до того на донбассе а потом уже сидели без дела прошел конфликт между собой между ними ну вот такой их много там было на донбассе ну несколько десятков там было то есть они передавались победила группа дэйна берича скажем так как она победила дэйна берич был все-таки героем боев за даб его пиарили как такую икону на самом деле образцовый доброволец воевавший воюющий на донбассе понятно что здесь герой и были другие сербы в том числе более может быть высокопоставленная там была воевода почечи и команда берича при помощи дгб для параметра безопасности всех прочих сербов попросила на выход и я разговаривал примерно по часу по телефону с белградом с представителем беи групп они очень эмоционально все говорили я не понял на самом честно кто прав виноват в этом конфликте вот я и общался врага мы меня банально не поделили власть славу ну и как следствие немножко денежки герои должен быть один везде действует это 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 правило то есть не может быть два оппозиционера и стрелков и пригожин кто-то один должен быть главным оппозиционером не может быть двух сербских героев на донбассе более того и так немножко взглянул на многие войны то везде идет грязня между командирами одной стороны иногда это соперничество и да даже определяет логику конфликта у нас военные историки далеко не всегда обращают на это внимание но в архивах это не да конечно но нужно за этим присматривать на самом деле что это очень важный момент воеводопочечий приехал сюда другие сербы тут болтались один из них мы скажем имя влада станич поехал в бенилюкс и неожиданно там получил вид на жительство ясу какой молодец то есть он не хотел возвращаться в сербию потому что там ему за наемничество свистела тюрьма ну зачем а сербская диаспора подкатила к нему к его гражданской жизни собственно с вопросом а за какие такие коврички человек вернувшись оттуда не присел а присел нормально он молчал как кремень но жена созналась влада станич подписал лжесвидетельство в отношении игоря ивановича по боингу причем игорь иванович влада станет я не знал и о его существовании вообще в этой истории узнал от меня в этом году когда вы с ним пересеклись на в хранах человека хорошо то есть это прошло все мимо него но в этой истории интересно то что если суд откровенно прибегал к лжесвидетелям у него не было никаких доказательств сладостанищем было продолжение сербская диаспора ему мстила охоте за ним по европе я думаю что это тема для какого-то отдельного детектива сербии люди хоть и конфликтные но они на самом горячие и предателей очень не любят в испании выросли жив но жив если что то есть если что у нас есть еще свидетель который покажет что он просто поставил автограф под все что ему сказали просто жить хотелось здесь мы же понимаем он не догадался что к ним они же там все свидетели номерные то есть свидетель номер такое-то такое-то показал их же не светит настоящим свидетелем этого всего мог быть только волошин это украинский летчик который был в том квадрате когда билизбу после конфликта он неожиданно получил очень высокий пост начальника аэропорта в николаге потом он покончил жизнь самоубийством самоубийца самоубийца ему помогли на самом деле потому что там никакой записки там уйдя из этой жизни и ушли мы окончательно потягивали выстрелил себе в сердце даже даже в голову дважды в голову это это нормальная история украинская там кравченко ли в свое время леонид кравченко министр воды два выстрела в голову там все там это нет я на полном серьезе там все надо с этим все нормально потому что было мы не знаем честно но я могу сказать украинские буки в районе южного коридора были я могу объяснить зачем это лавров не могу сказать тогда почему я могу сказать украинцы притащили туда буки чтобы избивать наши военные самолеты понятно все чтобы собственно можем сказать дальше между евгением викторовичем игорь ивановичем шла такая словесная вендето долгая и тем временем чвк мило и другого противника на самом деле соперничестве миссистое обороны между которыми тоже шел конфликт я думаю в какой-то степени он был личным но у него я скажу так было три четких этапа первый миссистое обороны осознала что заключенными это очень хорошая тема если с ними к ним иметь правильный подход и главное нужен подключен на постпродакшни бы сказал чтобы заключенные не шалили после того как они получили амнистию свободу этот вопрос решается самом деле тоже и вот смогли решить тему заключенных для вагнера закрыли министерство обороны стала формировать отряды штурм-зет заключенных сама они воюют и успешно вторая тема была снарядов есть мнение что генерал мизинцев был уволен из министерства обороны за то что выдавал вагнеру бк сверхлимит якобы сергей кужакерыч сказал ему я вас больше в этом ведомстве не вижу после чего мизинцев ушел в чвк история опять-таки на уровне слухов но она выглядит достаточно подробно ну давайте посмотрим на историю все это глазами министра обороны есть арбейский корпус фактически элитный который создан с подачи министерства обороны изначально который существует в основном на его деньги министерство обороны конечно есть командир который как-то не очень подчиняется его нельзя снять естественно министерство обороны хочет переподчинить бойцов или командиров предразделение себе все очень логично конечно с фото на эту тему глазами пригожина он вложил столько времени и сил в сознание человека а министерство обороны говорит подписывайте контракты со мной да самое главное что грабит же на самом конечно натурально грабит потому что это же приличные деньги это среди бела дня отбирают компанию на самом деле доход отбирают фактически но доход или не доход непонятно потому что пригожин судя по всему вкладывал в компанию много своих денег даже не вопрос не смены вкладывают свои деньги только в одном случае когда знают что окупится сторицей вот честно не могу сказать но я могу как бизнесмен в июле маркс один это не карл маркс командир спорта маркс дал такие цифры что через чувака прошло 78 тысяч человек из них 49 тысяч заключенных мы понимаем 29 вольняшек потери он назвал 22 тысячи погибшими 40 тысяч раненными очень большие потери главное они непропорциональные на самом деле 22 тысячи погибших это много лет и на июне было 25 тысяч бойцов что на самом деле здесь удивляет он говорит за всего и прибавит штыки дело в том что в армии есть штыки и едоки то есть если у вас 25 тысяч всего то штыков из них будет тысяч 15 да даже 10 скорее а если 25 тысяч штыки то там еще но тысяч 15 столовых частей путина были озвучены цифры 86 миллиардов которые были перечислены вагнер 70 денежное удовольствие и 15 с копейками это стимулирующие выплаты то есть премии я считал там все очень похоже а потом была дана цифра что заплатили 110 миллиардов страховых выплат в вагнере действует правило 5 за 200 понимаете то есть семья погибших получает 5 миллионов вот эти 22 тысячи это четко бьется со 110 миллиардами но в вагнере есть выплаты за ранения и они могут достигать по одним данным двух по другим трех миллионов но если человек теряет конечности например также тяжелое ранение мечтал в открытых источниках 500 тысяч там платят людям еще и деньги пока не лежат в госпитале 60 тысяч это я не знаю как это считается но в любом случае все тяжелые ранения оплачивают здесь эти эти суммы не видно совершенно не не так же расходов на снарягу на много чего на питание там там всего-всего мы понимаем что у вагнера должен быть еще какой-то источник финансирования михаил давай вернемся опять отношениями со стабороны и пригожина как будто на месте министерство обороны убил бы людей подписать с собой контракты легко вообще министерство обороны на мой взгляд действует как любое государственное учреждение посмотрели сделать с человеком ничего нельзя давайте его должен сократим да и все он вон приходит 8 на работу и уходит в пять как его уволить сократим его должность предложим ему там место и не знаю как сторожа короче вот так они же не могут потому что чего-то им не подчиняется это думали что подчиняется наверное и так полагаю раз они на удовольствие у них состоят есть мнение опять-таки слух что министерство обороны не провел последний платеж тоже тоже вполне возможно есть два косвенных подтверждения этого в июне в компании были массово отправляли в отпуска всех кто хотел к этому конечно можно найти другое объяснение но если вы собираетесь делать мятеж зачем стран бойцов распускать потом второе как путин в своем выступлении акцентировал внимание на цифрах он говорил командирам боя самара мы вам все заплатили разбирайтесь там по моей информации министерство обороны не выплатила какую-то сумму и вагнер оставили проблемы с деньгами тема мятежа впервые была озвучена игорь ивановичем в мае крема не поверили на была одна удивительная вещь перегожин как обычно очень грубо реагировал на все высказывания игорь ивановича впервые изменил тон он сказал игорь иванович очень эмоциональный человек но такое ощущение что это реакция он спалился откуда все протекло все поймите когда вы делаете заговор вы посвящаете в него какое-то количество конечно что знает двое то знает если кто-то проболтался причем настолько что все дошло до игоря ивановича я не знаю на самом деле ему кто-то позвонил либо ему слились министерство обороны и чтобы он выступил рупором на самом деле министерство обороны знала о готовящей мятеже почему когда он начался в сети появились ролики бойцов которые говорили евгений викторович у нас все хорошо мы держимся все эти ролики были записаны за благовременно не просто ждали момента когда их нужно ставить в эфир и на самом деле еще в июне я думаю чуть ли не до последнего дня тема висела дело потому что евгений викторович ведь всех увидел что самое боеспособное может единственное боеспособное подразделение у нас это чувака вагнер а вся российская армия воевать не умеет мы же все это поверили все очень сильно переживали что вагнер уходит на фронт а как же кто же будет воевать на самом деле хуже всего что не только нас всех убил в этом он сам поверил он сам поверил своим перчикам еще один урок перестаньте наступать на грабли не верьте своим пиарщикам они нужны не для этого они нужны чтобы убежать убежать других а не тебя я думаю что пригожин это чисто мое мнение в данном случае ожидал что украинское наступление будет успешным мы на самом деле тоже ведь не исключали такого был шанс тогда министерство обороны бы пошло ему навстречу выполнил его какие-то условия вагнер вернулся на линии фронта все было бы как было раньше а так был марш справедливости судя по всему мои субъективные оценки в нем приняли участие не все командиры и не все бойцы то есть может быть даже кто-то вернулся с полдороги то что у бойцов возникла дилемма между верностью компании и верностью родине а если наша версия верна то на самом деле марш справедливости имел две программы программа минимум и максимум программа минимум звучала верните заплатите нам наши деньги которые вы нам должны но программу максимум уже давайте поменяем это нехорошее министерство обороны которые с нами так плохо обходятся я не знаю всех деталей договоренностей 24 и 29 июня я могу сказать что очень хорошо что метеж вошелся без пошел крови как кстати и путь легионеров в алжире но от него подограли все фактически чувака вагнер как корпус армейский существование прекратило она сохранится все равно с базы в белоруссии она будет видимо оттуда действовать на зарубежные проекты на африканский контент но теперь чувака этой в россии судя по всему не будет свято место пустыню а ну а сколько бойцов ушло в армию сколько уехало в белоруссию сколько ушло по дому на самом деле точно не знаем белорусы показывают по тв только то что они хотят показать мы понимаем поэтому дальше есть огромный простор для фантазий кого обучает сколько группировка какая там цифры у экспертов аналитиков и находятся очень большие на самом деле конечно не хватает настоящей книги нормальной книги по человеку вагнер но ее можно делать ну как это может быть книга где каждому шоу чтобы отряду вагнера будет посвящена отдельная глава потому что их количество росло они менялись в численности это к подозреванию может быть начинали с уровня взвод рота а потом некоторые не достигли батальона этой полка то есть исходя из вот цифр который озвучил маркс это понимаю что эти шоу были совсем разные у них разные истории кто-то воевал в сирии кто-то в ливии то есть у каждого своя история вариант второй это тактика в боевых примерах эта книга была бы намного более полезна опять-таки не с одной стороны сейчас им можно было выпустить совершенно секрет только так для служебного да и выдавать ее как приложение к уставу потому что человека вагнер создал свою тактику эмпирическим экспериментальным образом я создала в сирии в ливии и она отличается от той что прописано и в наших и в американских уставах их тактика все-таки показала свою эффективность но не можем этого отрицать уважаемые слушатели если вы увидели в моем выступлении какие-то лакуны вот это потому что михаил взял и вырезал ножницами что-то лишнее из этой передачи но оставайтесь с нами мы обязательно вам еще в следующий раз расскажем что-нибудь интересное да интересный рассказ книга я думаю еще более интересный поэтому друзья велкам издательство книжный мир из мир покупайте приобретайте и помните непрочитанные книги умеют мстить до новых встреч отлично да спасибо огромное тем из вас кто поддерживает нас на платформе спонсор это нам сейчас наиболее так сказать удобно и позволяет нам выпускать не только этот ролик но и вообще все наши ролики на канале до свидания до новых встреч до свидания до новых встреч